Библейский портал экзегет.ру представляет 82-й псалом. Это последний псалом из песен Асафа. О других наших беседах, о псалмах Асафа, вы можете найти информацию в лекциях, которые записываются редакцией портала экзегет.ру в Срединской духовной семинарии. В 82-м псалме псалмопевец призывает Бога истребить интервентов, которые угрожают Израилю. В этой жалобе перечисляются имена древних врагов Израиля. Но конкретный момент в истории этой страны, который послужил поводом для написания псалма, не указывается. Псалом начинается с вопля к бессмолвному Богу, к свопля о помощи в борьбе с опасными врагами, которые угрожают общине. Автор псалма умоляет Бога не оставаться в стороне. Если Он не вмешивается, то Он или бессилен, или безразличен к страданиям Своего народа. Далее общими словами описывается характер угрозы и указываются имена конкретных врагов. Псалмопевец не сомневается, что враги бросают вызов Богу. Они – Твои враги. Их коварные умыслы направлены против Твоего народа. Против хранимых Тобою. Они сговорились и заключили союз против Тебя. «Враги шумят, ведут себя вызывающе. Иными словами, высокомерно подняли главу, составили тайные заговоры, решили полностью истребить народ израильский, чтобы стереть имя его с лица земли». «Союз» или лучше перевести «завет» 6 стих, который они заключили против Бога, противоположен завету, который Бог заключил со Своим народом. Альянс вражеских племен состоит из конкретного списка. Некоторые из них в Ветхом Завете упоминаются довольно часто. Так называемые древние враги Израиля. Амаликитяне представляли угрозу для южных границ Иудеи. Территория Эдома, Маава и Аммона располагалась к востоку от реки Иордан. Измальтиня – это потомки Авраама от рабыни Агарь. Они проживали на севере Аравийского полуострова и, скорее всего, вели кочевой образ жизни. Слово «агарь» также предполагается именем Агарь. Во времена царя Саула эта племенная группа жила к востоку от Иордана по всей восточной стороне Галаада. Земля Гевала располагалась на территории Ливана, на запад от горы Ермон. Некоторые отождествляют Гевал с территории города Библас к северу от современного Бейрута. Филистимляне – это народ, обитавший на Средиземноморской побережной равнине. Финикийский город Тир вел обширную торговлю на Средиземном море во времена Давида и Соломона. При этом во времена Давида и Соломона Тир имел дружественные связи с Израилем. Однако впоследствии сердце Тира вознеслось, и он нарушил братский союз с Израилем. Круг врагов, угрожающих с юга, востока, запада и севера, замкнулся ссылкой на Ассирию. Ассур, 9 стих, который, начиная с IX века до Новой эры, периодически нападала на малые государства Ближнего Востока, включая Израиль, Иудею, с севера. В конце VIII века Ассирия пала под натиском Нового Вавилонской империи. Ассирия здесь описывается как мышца для сынов Лотовых. Она располагалась на восток от Омона и Моава, земель, где проживали сыновья Лота. Ассирийцы умели направить маленькие государства Ближнего Востока друг против друга, и таким образом становились мышцей то для одних, то для других. Всего в Псалме перечисляется 10 имен вражеских племен. Однако в Библии не приводится ни одного случая, связанного с таким обширным союзом против Израиля. Все это выглядит как общий список врагов, которые в разные эпохи угрожали народу Божьему. Поскольку здесь нет упоминаний о Вавилоне, значит, список был составлен до плена. Обычно в Псалмах враг анонимен. Имя его не указывается, поскольку Псалмы – это не исторические летописи о фактах минувших событий, а поэтическое осмысление их, которое можно спроектировать на все похожие ситуации во все времена. Поскольку описанного в 82-м Псалме Союза окружающих племен исторически, скорее всего, не существовало, следовательно, перед нами общий список традиционных врагов, предназначенный для литургических целей. Молясь в храме, народ вспоминал былых врагов и с оглядкой на современные пограничные конфликты «Подтверждал себе в очередной раз, что так было всегда. Новые враги – это не новость для Израиля». Вторая половина Псалма состоит из серии прошений, в которых пострадавшие просят Бога воздать врагам так же жестоко, как в древние времена. Вопль о возмездии на устах автора Псалма исполнен суровости и жестокости. Когда пророк Амос произносил приговор Божий над другими народами, он напоминал Израилю о былых беззакониях. «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». В данном Псалме нет ни признания грехов народа, ни покаяния в них. Значит, народ Божий не чувствует, что нашествие врагов является наказанием ему за какую-то провинность. Стих 10 посвящен двум конфликтам из прошлого, один из которых был связан с мадионитянами во времена Гедеона, а другой – с ханаанским царем Иовином, от лица которого военные действия вел его военачальник Сесара. По вдохновению пророчицы Девора, израильский полководец Варак разбил ханаанскую коалицию. Хотя Айиндор не упоминается в описании сражений Варака, но он упоминается в описании территории Ефрема и Моносии. Скорее всего, Айиндор – это было место недалеко от горы Фавор. При потоке Кессон состоялось решающее сражение. Согласно псалму, у Айиндора трупы врагов остались гнить на поле боя, поскольку никто не предал их надлежащему погребению. 12 стих напоминает о печальной судьбе двух князей Мадиамских – Орива и Зива. Ефремлине отрезали в горах переправы и поймали двух мадиамских царей, а затем убили их и головы послали к судье Гедеону. Так мы встречаем здесь очень много перекличек с эпохой судей. Вина всех врагов суммируется в 13 стихе. Они хотели взять себе повладение, селение Божие, территорию, данную Богом своему народу. После воспоминаний о прошлом автор псалма обращается к Богу рассеять врагов в будущем. Обращение Божие в 14 стихе произносится от лица всех верующих к каким-то предстоятелям. Он желает врагам унестись далеко, как пыль, которую рассеивает вихрь по горам, как солома, которую уносит ветер. Быть опустошенными, как покрыто лесом склоны гор, тлеют после пожара. Разрушительные силы природы, буря и руган, конечно, побуждают чувство ужаса. Образы природных катаклизмов нередко сопровождали пришествие небесного судьи в силе. А затем автор данного псалма обращается к Богом с просьбой, чтобы враги испытали на себе то, что они хотели привнести обществу израильскому. Они должны претерпеть стыд, унижение и позорный конец. Но нам непонятно, как интерпретировать в этом контексте 16-17 стихи. В 17 стихе сказано «исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое Господи». Вряд ли можно сказать, что тот или иной человек, которого опозорили, обескуражили, а уж тем более народ, о котором пустили дурную молву, тем самым он должен прийти к взыскиванию Господа. Это кажется маловероятным. Но бывали такие случаи и в истории русского народа, как, например, праздник, который мы отмечаем – Покрова Пресвятой Богородицы, за которым славяне были разбиты, но этот позор, который они претерпели, позволил увидеть в разбившем их народе народ-носитель истинной веры. Псалом заканчивается празднованием силы и славы Божьей, которое было продемонстрировано в прошлом и которое охватывает настоящее и даже будущее. Здесь упоминается имя Господа, и он называется Всевышним, превознесенным над всей землей. Итак, какой бы князь, какой бы ангел народа не ставил себя выше над чем-либо, выше всех является Господь. Он правит миром, и к нему призываются все народы. Конечно, непросто интерпретировать данный псалом в силу той жестокости и суровости, которая здесь описана. Есть попытки интерпретировать данный псалом через призму распятия и воскрешения Господа Иисуса Христа, через призму того, что позорная смерть Господа явилась поводом для его славы. Однако это непросто, если мы будем размышлять в контексте мышления Ветхого Завета. Но, видимо, настолько сильно перетерпели израильтяне от окружающих народов, что в них по-прежнему была горечь и желание мести. И они были далеки еще от слов, ставших впоследствии ключевыми для богословия Нового Завета, для богословия Господа Иисуса Христа, который с креста высылал к нам такое сообщение. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Вот образец истинной молитвы о наших врагах. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok